Историки утверждают, что деньги во все времена были не только средством платежа, но и фактически историческим в некотором смысле документом. По виду и форме денег, в частности монет, определяли эпохи, века и периоды правления царей. Кстати, слово «газета» произошло от названия мелкой итальянской монеты, которую платили за прочтение новостей. Я не удивлюсь, если у нас в Беларуси найдут какую-нибудь очень сильно экзотическую монету. Потому что здесь у нас обращались фактически все монеты, и очень разные. Начиная с времени Рима, у нас известны находки как кладов, так и единичных монет именно Римской империи. И потом очень большое количество кладов арабских дирхамов – это монета, которая чеканилась на территории арабского халифата. Поэтому происхождение денег всегда интересовало не только нумизматов, но и историков. Особая эпоха – появление бумажных денег. Бумажные деньги в Беларуси появляются в конце 18 века. Вначале это были российские купюры, а вот во время восстания 1794-го, который возглавлял Костюшко, польское правительство начинает эмиссию, выпуск своих бумажных денег. Это разного номинала. С историей денег связан еще один инцидент. Война Польши со Швецией настолько измотала государство, что денег уже не хватало. Постоянно росли долги, королевская казна не могла расплатиться с войском. Польский подданный нашел выход из положения. В это время в Речи Посполитой жил один очень предприимчивый человек. Сам он по себе был итальянцем. Звали его Титливий Боратини. И он предложил начать выпуск медных монет. На языке нумизматов сейчас их называют Боратинками. В чем особенность этих монет? Их реальная стоимость составляла 15% от номинальной. Политика оказалась необдуманной. Он предложил королю чеканить монеты в два раза меньшего веса против обычного. На чем и заработал. Монеты, которые называют Боратинками, часто встречаются в частных коллекциях. А в музее Белорусского Полесия хранятся деньги разных эпох. Продолжение следует...